Привет! Всем привет! Привет! Привет, ребятки, дорогие! Да, очень вкусненько! Сегодня закончился, наконец-то, тяжелый, кайфовый день. Дела прекрасные, с Машей расстались. Все курлесишь? Нет, работаю. Привет, Прага! Вот, не знаю, думаю, куда полететь. Давай поможем сгонять. Привет! Привет! Так, ладно, короче, насчет Маши вопроса тут не задаем. Ты за кого болел? Да, за Францию, за Францию. Поль Пагба просто вчера. Король, на самом деле, молодец. Мы с тобой, тезки. Я понял, приятно. Привет и речь через пловцов. Привет! Короче, представляете, можете заходить ко мне в профиль, там ссылочка указана. Скоро поеду путешествовать, чтобы вы понимали, 80-90% скидки. Лютая штука. Так что, если кто хочет попасть в крутую команду, кстати, в субботу... Да, ушел с дом 2. В каком городе? В Москве сейчас, в Чехоне. Поэтому... В субботу будет охрененная тусовочка. DreamTrips. Не жалею, что ушел. Нет. Да, слава богу, кульку все хорошо. Привет! Привет, привет! Какой красивый, по-моему, спасибо. Приятно. Сколько тебе лет? 22 года. Машки здесь нет. Убей, черно. Как настроение хорошее? Тебе тусоваться не надоело еще? Нет, я, кстати, слушайте. Рост метр девяносто. Я сейчас на выходных, то есть... Мне надо было стажировка в плане МС, которую я прошел, кстати, и слава богу, успешно. Поэтому... Так просто получилось, что три дня подряд мы тусовались. Так я сейчас с другими вообще делами занимаюсь. Привет! Давай замутим. Нет, мы не замутим. У меня сейчас... Работа! Почему в эфирах так мало сидишь? Ну, потому что дела, дела целый день. Не скучаешь по Дома Два? Нет, не скучаю. Привет, Казахстан! Привет! Очень красивый. Что делаешь? Вот сегодня... Лешку Кудряшов увидел, который ушел с Дома Два. В воскресенье будет эфир. Следующий, как он ушел? Лешка решил вступить в нашу команду. DreamTrips. Путешествие. Поэтому скоро все вместе полетим отдыхать. Если кто хочет уже узнать, и как зарабатывать бабки, пишем. В шапке профиля там, короче, ссылочка. Привет, Волгоград! Хотела пойти покушать. Кушай! Можайск, привет! Как бы его настроил? Вообще, на самом деле, отлично. Алена передает тебе привет, раз попросила. Он к Болинску ушел? Да. Мозырь. Привет. Привет, Мозырь. Привет, Смоленск. Привет, Кемерово. Привет, Сем, Череповца. Отовсюду. Ё-мо. Так, расскажи, что пьешь. Этот, какой-то коктейль безалкогольный. Арбузовый какой-то. Привет. О, поздравь, Ксения, Ксишина. С днем рождения тебя поздравляю. Цвети, пахни, наслаждайся жизнью. И улыбайся. Как дела у Наси Кочервей? Я не знаю, ребят. Это то, что было с Кочервей. Это вообще, чтобы вы понимали, сильно пьяные были. Короче, вообще не понял, что произошло. Что-то поцеловались и все. Мы не общаемся с ней. Привет, Эскирова. Привет. Привет, Лидия. Привет, Лида. Привет, Маре. Почему не борешься? Мне нравится с бородой. В Чайхане. Я в Москве сейчас. Привет, Сухарина. Привет. Привет, передай, пожалуйста. Так, Жуковец. Севастина. Севастьяна. Привет тебе. Я думаю, только у нас из Багестана знаешь, что такой человек она. Ну да. В смысле игнорщики? Я на все отвечаю. Люблю тебя, понял. Привет из Лондона. Привет, Лондон. Я там сижу. Где? Я там же сижу. Я понял. Не пой, пожалуйста. Не, на самом деле, ребят, чтобы вы понимали, Стефан занялся моим обучением плотным. И он говорит, что у меня хорошо получается. Привет, Харика. Нет, я не вместе с Машей. Я одинокий, свободный мужчина, к отношениям не готов. Куда на отдых? Слушать. Сейчас я вам скажу. Короче, чтобы вы понимали, в компании, где путешествия сейчас я, там такие цены, короче, на букинге 600, допустим, стоит полететь, ну, как бы, в Грецию, там, на Кипр. А в этой компании через этот, через мою родную DreamTrips. 300 баксов. Я вообще просто думаю, что скоро надо сейчас с вопросами порешать. и полечу куда-нибудь, может, на Кипр, кстати. Мне говорили там хорошие туслы. Ты красавчик, понял. Так, привет. Я на скроме с Мандезиром вместе. Я, кстати, не понял, что произошло вчера. Я что-то до Мандезира не мог 4 дня дозвониться. А потом я, короче, в истории смотрю, он скромен. Ну, как-то я что-то удивился. Я не знаю, вместе они увидятся или... Но этого я не знаю. Так. Будешь возвращаться на Дом-2? Не, не буду. Привет, Уфла. Меня Бузова бесит. Не, Оля хорошая девушка. Так, хочу тебя увидеть живую. Понял. Привет из Питера. Привет. Тебе идет Бородко. Спасибо. Гродно, привет. Привет. Ты самый классный, Андрей. Спасибо. Очень сильно приятно. Приезжай в Минск. Кстати, скоро я, возможно, в Минск прилечу. На пару дней мне надо будет там песню записать. Привет, Санира. Привет, Минск. В Лондон приезжать? Ча, подожди. Вот. Пойду за чемоданами, вылетаю. С Машей нет, не будем. Почему ты ушел из Дом-2? О, долгая история. На тот мне глаза горели. Тебе не жалко ее, что траванулось? Кто траванулся? Я не знаю, кто траванулся. Привет, Смелана. Привет, Милан. Почему покинул Дом-2? Ну, как вам объяснить? Я парень имклюзивный, вспыльчивый. Ну и пошел за любовью. Обожаете. Понял. Маша траванулась. Ну, я думаю, если я ее сейчас бы набрала, она бы трубку не подняла. Но, на самом деле, я просто ее истории не смотрю, поэтому. Это очень клево. У тебя футбольная внешность. Да, да. Я, кстати, знаете, что, ребят? Через 19-го числа, чтобы вы понимали, иду сниматься в фильме. Про футбол, приколите. Как это, а? Про футбол. На самом деле, сейчас надо еще из пуца, мере, порешать в момент. Чуть не зажал. Не, я не смеюсь, если... Так, Андрей, как думаешь, важно ли жопу девушке? Ну, конечно. Ну, вообще, девушке душа, главное, глаза. Да, достойно к вам так не было девушке. Передай привет, Алине. Привет. Да я несколько червей еще раз объясняю. Там была вообще такая ситуация, чтобы вы понимали. Какую-то фигню мне дали попробовать шарик, шар какой-то. Меня как прибило, короче. И я, короче, не понял, как так получилось, что Настя как-то, ну, поцеловались, и все. И все, ничего, все, они уехали, мы с Русилом уехали. А нет, кстати. Руслан, он, короче, ну, уже какая разница? Да чего ты паришься, это смешно. Не, показывать не буду, я просто расскажу. А, короче, Руслан устал очень сильно. И, короче, возле барной стойки упал. И, короче, носом в землю. Мы, короче, поехали в этот, как его, после этого тяжелой ночи в травмопункт. Поэтому ничего не было. И с Кочервей, и с кем угодно. Просто у меня с Русланом было приключение утреннее. Просто же вы поняли, понимали, чувак стоит, ржет, ржет. И бум, и свалился. Думали, нос ломал, но нет. Я думал, моим братом станет. Привет, вы где? В Чехане, в Москве. Думал, если пойду на Дум-2, то только к тебе. Там тоже очень много достойных классных парней, поэтому приходите, строите свою любовь. Ты с Русланом? Да, с Русланом. Нет, блин, с бабами. У нас тут, короче, табор баб. Конечно, нет, с Русликом. У нас тут деловые моменты. В Грозном был... Не хочу, а Грозный еще убьют пальцы. Из тебя выделят классный актер, спасибо. Вот это приятно, поддержка. У тебя отличный нос, я знаю, как для пищи третьим. Это приятно. Но на самом деле, блин, я надеюсь, если в этих съемочках фильмы я обозроюсь, потому что там надо будет на футбольном поле футбол играть. Но я как бы профессиональный футболист, поэтому бывший. Поэтому, я думаю, мне ничего сложного не составит. И плюс еще ко всему, ребята, сейчас, короче, очень много просто начало в ВКонтакте поступать предложений, поэтому я сейчас этим плотно займусь. У меня есть человек, который будет PR-менеджером, который будет заниматься, списываться с вами, если кому-то интересно. Потому что в ВКонтакте, допустим, мне очень много в группе начали писать, то, что хотят, чтобы я провел там праздники, юбилей, дни рождения, свадьбы. Поэтому я сейчас этим тоже одно из направлений займусь. Чтобы вы понимали, просто башка... Ну, мне нравится такое состояние, знаете, когда 24 на 7 туда, везде, везде. Фильмы, ведущие, песни и путешествия. И что-то еще. Ну, ладно. Хочешь жить, умею вертеться. Устрой встречу. Какую встречу? Не, не... Йо-йо-йо, штрих крутой ведущий. Я понял, спасибо. Это телепроект Дом 2. Остров любви, где одинокие сердца ищут друг друга и обязательно найдут. Не переключайтесь. В ночном эфире масса всего интересного. Это я, короче, выучил на островах, помню, когда вел. Да. Да, 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 да. О, Стефан, да. Кстати, Стефан сказал, потому что вы, кстати, видели мою историю, как я в MC в клубе выступил? А? Стефан сказал, что хорошо. Поэтому, ребят, для первого раза, если хотите, реально проведу ваше мероприятие, пишите моему менеджеру, либо мне в директе. Потому что у меня хорошее настроение. Ты был в Казахстане? Нет, не был в Казахстане. Фанаткой встречу. С моей фанаткой встречу... Блин, ну... Если где-то пересечемся, ну, конечно, сфоткаюсь. Ну, для меня ничего такого. Если кто-то подходит... Если кто-то там подходит, там, спрашивает что-то, там, фотографируется, ну, у меня нет никакой звездной болезни. Я обычный парень. Привет, Луган. Да, привет. Привет, Бомель. Парад в Минске можешь пройти? Серега, конечно, могу. И парад, и что хочешь. Так. Не отвечаешь на вопрос. Уже третий раз. Блин, я не успеваю. Как погода в Москве? Хорошая погода. А? Да нет. Был в Омске? Нет. Че пьешь? Арбузовый коктейль? Челнаж был? Нет. Я верю в тебя, Андрей. У тебя все получится. Ты реально крутой парень. Вот это спасибо. И на самом деле приятно. Очень. На проект? Нет. Не вернусь. Хотя никогда не говори никогда. Но желания у меня сейчас никакого. Ни сил, ни желания, ничего нет. У меня сейчас только свои-свои, так сказать, планы и цели. Так. Передай, пожалуйста, привет Дарина. Дарина, привет тебе. Так и нужно с фанатами. Что с фанатами? Ну, если лично встретиться не желаешь, но чужие люди-то... Чего? В смысле не чужие люди-то? Кто там? Не чужой человек. Да, я пока не понял. Привет, привет. Ты мне очень рад. О, фанатский клуб по Рому и Гриценко подъехал. Скажи, то, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Все родные люди. Как Руслан говорит, то, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Родные люди в том числе. Ладно. Я шучу, конечно. 43. Молдова в госе. Я понял. Андрюх. Привет, Омск. Привет. Когда в Минск? Как только мне дадут ответ, когда мне приехать на студию записаться, сразу же скажу вам. Но я думаю, это скоро будет в ближайшее время. Я там на пару дней приеду. Глаза у меня не грустные. Я просто сегодня очень сильно замотался. И это еще не конец. Штрих, ты самый лучший. Можно у меня такого парня, как ты? Ты идеальный и самый лучший в отношениях. На самом деле, я далеко не идеальный. Я человек со странностями, со своими... Я идеальный. Со своими какими-то в башке пулями. Поэтому, поверьте мне, я не идеальный. То, что вам как кажется. Это точно. А мне привет где? Так, Федоткина, привет. Белову городу передаю привет. Какие девушки в моем вкусе? Да, е-мое. Я пока вообще к отношениям... Серьезно. Я только вышел с отношений, и я к отношениям не готов. Скажу, что... А то тут уже пишут, что я там проститут, что-то я ищу. Я просто в шоке. Ни с кем я не спал после Маши. Я только поцеловался один раз с девкой, и все. И то с кочервей, потому что меня перекрыло пьяное очень сильно было. А то, что были истории, то, что это вообще девчонки нормальные, в том плане у них есть парни, мы чисто просто отдыхали, веселились и прикалывались. А то, что некоторые восприняли это как какую-то порнографию или что-то еще, и подумали, что это проститутки, то вы глубоко ошибаетесь. Это хорошие девчонки, которые просто мне помогли. Они тем более, ну, там одна была со своим парнем. Нормальные ребята, адекватные. Мне понравилось с ними гусеваться. В одном из заведений Москвы с тобой познакомились. А, я понял. Напишите в директ. Короче, пока. Пока. Все, я понял. Полный игнор. Да в чем игнор? Если вы не заметили, я вот так вот листаю. Что успеваю, то я отвечаю. Ревнивый? Да, я очень сильно ревнивый. Считаю, я не отвечаю. Андрей, передай привет Петрову. Привет, Никита. Алло, нравится. Хорошая девушка. Девушка вообще прекрасная. Ведущая тоже замечательная. В старом Москве не было. Звука нет. Ну, видите, ребятки, звука нет. Завтра, кстати, еще не знаю, как все успеть. Да что игнорщик, слушайте. Вы еще давайте возьмите обидеться. Я просто заметил в последнее время такую тенденцию, что много людей просто так обижаются. Меня это все достало. Я поэтому, ну, ни с кем не хочу сейчас плотно. Вот у меня есть свои рабочие моменты. Я вот хочу этим заниматься. Потому что, блядь, все такие обидчивые стали. Прямо обосраться. Где сидишь в Чехане? Все, надо уже потиху выезжать. Сохраню эфир. Тебе нравится Бузова? Да, Ольга очень классная. Она на самом деле жизнерадостная, позитивная. Очень трудолюбивая. Пью сейчас арбузовый какой-то коктейль. Очень вкусно. Ромка Гриценко остался, да, после драки. Занимаюсь. Что за работа? В шапке профиля переходим. Это одно из моих направлений, которое вам очень много может привести доходов. В том числе я уже это на себе прочувствовал. Дела у меня просто отлично. Так что, если кому интересно, вот у меня в историях там свайп идти вверх и плюс еще на шапке профиля там можете задать вопросы, вам в WhatsApp на все ответят. Поэтому, ребята, если вы хотите зарабатывать бабки и кайфово проводить время, это не сетевуха. Это не НЛ. Не НЛ. А то многие НЛ, НЛ. Не НЛ, я в НЛ никогда не пойду в это говно. Себя очень интересно слушать. Есть в этом какая-то харизма? Да, я просто харизматичный очень. Я так думаю, ты красавчик. Спасибо. Айзербатан Баку, привет. А Бородина нравится? Да, мне, кстати, очень все ведущие нравятся. Ну, то есть такого у меня нету разделения. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, чисто вот с Кадони. Так себе. Ну, я не говорю, что у меня плохое отношение к нему. У него по отношению ко мне просто, ну, равнодушие. Другие, хорошие люди. Отлично выглядишь. Я понял, спасибо. У тебя есть собака полный игнор? Нет, игнора никакого нету. Собаки у меня на данный момент нету, но у меня раньше был французский бульдог. Я его, как это? Мне очень нравилось засыпать с ним, когда он ложится в кровать ко мне. Я такой хлю-хлю-хлю. Вот это прикольно, кстати, было. Мне нравилось. Но, в общем... И всё. Короче, надо уже закругляться потиху. Какая твоя мечта? Мечта у меня... У меня, наверное, определённое такое... Нету мечты. У меня есть цели и стремления. И, наверное, самая главная мечта, чтобы это всё исполнилось. Плюс, чтобы через время... Он сделал заказ или заказали? Заказали уже. Можем убрать его? Да. И, короче... Да, с Машей раз знаю, чем заниматься. Заниматься я буду очень много чем. Говорю, во-первых, одно из направлений сейчас человек занимается ведущим. Так, потом плюс в 19-го на съёмки фильма иду. Потом... Там ещё должны пачку и чмот видать. И с путешествиями. Офигенная компания. Так что, если кому интересно, давайте. Всё, ребята. Приятно было с вами пообщаться. На самом деле... Что за фильм? Это вы увидите в скором будущем. Смотрите истории, посты. Не пропускайте. Ставьте лайки. Футбол смотрел. В 22 года мне футбол смотрел. Рад, что Франция выиграла. Поль Погба этого заслужил. Так что, ребят, приятно было провести с вами время. Если вы там что-то, какие-то вопросы, пишите мне в директ. Если по делу.